Что, Марч, всё кормишь грудью? Скармливаю. Отличный малыш, но вечно голодный. Всегда хочет есть. Вот, он опять просит. Думаю, я бы не отказался. Извини? Не от того. Вот, молоко. Кстати, интересный вопрос. Мы пьём коровье молоко. Почему бы нам не пить всю жизнь грудное? Наверное, ещё интереснее, почему мы вообще кормим младенцев грудным молоком? Во-первых, оно есть только у млекопитающих. Из всех божьих тварей только звери кормят груди. У других животных всё проще. Откладывают яйца и уходят. Когда вылупится детёныш, он сам себя как-нибудь прокормит. У зверей обычай другой. Детёныш развивается не в яйце, а внутри самки. А когда появляется на свет, требует гораздо больше заботы и внимания. Взять, например, человека. Родившись, он не может ходить. Зрение плохое. А зубов вообще нет. Он не способен к самостоятельной жизни. Ему нужна рядом мама, чтобы кормила и защищала. Но без зубов и со слабой системой пищеварения приходится начинать с особой пищи, которую мама всегда носит с собой. Грудного молока. В нём есть всё, что необходимо ребёнку для роста. Но это молоко не просто еда. Туда кое-что добавлено. С молоком мать передаёт младенцу антитела. И эти антитела помогают его ещё не развитой иммунной системе бороться с болезнями. Но человек не может вечно жить на грудном молоке. Он растёт, и этого питания просто начинает не хватать крупному организму. К счастью, по мере роста у ребёнка постепенно прорезаются зубы. Значит, можно отлучать его от груди и давать твёрдую пищу. Образование молока требует много энергии. И эта система не может работать непрерывно. Когда ребёнок переходит на твёрдую пищу, молоко у матери исчезает. После того, как мать перестала их кормить, дикие звери уже никогда к молоку не притрагиваются. Но не люди. Многие из нас продолжают его пить до конца дней. Единственная деталь, мы больше не пьём человеческое молоко. Мы пьём грудное молоко других животных. Секундочку. Если звери вырабатывают молоко только для кормления детёнышей, почему же у коров его всегда так много? Ответ очень простой. Они часто рожают. Когда молочная корова отелится, она даёт молоко примерно полтора года. Потом сухостойный период. Каждый новый телёнок — новая порция молока. Поэтому, чтобы фермы бесперебойно снабжали нас молоком, коровы должны по очереди рожать. Цикл примерно такой. Впервые отелившуюся корову сразу начинают доить. Через три месяца её вновь оплодотворяют путём искусственного осеменения. Через десять месяцев дойки делают небольшой перерыв. К концу этого периода рождается очередной телёнок. Корова снова начинает давать ему и нам молоко. И этот цикл всё время повторяется. Точнее, для коровы он длится примерно десять лет. А что потом, известно всем. Кстати, если вы волнуетесь, что мы отбираем молоко у этих бедных телят, уверяю вас, молочные коровы дают его в тридцать раз больше, чем нужно их потомству. Так что молока хватает на всех. Они оброжают его так много, что нужно доить их дважды в день, чтобы снизить давление в вымене. Средняя молочная корова даёт в год шесть тысяч литров молока. Им можно заполнить где-то семьдесят пять ванн. Потрясающая система, но всё же немного странно. Как же мы пьём коровье молоко? Ведь оно для телят. И не вредно ли пить молоко других животных? В любом молоке одни и те же составные части. Вода, сахар, жир, белок, минеральные соли, витамины. Различаются только соотношения этих частей. Каждый вид делает упор на то, что нужно для его выживания. Например, тюленям важна теплоизоляция, чтобы жить в холодной воде. И в их молоке очень высокий процент жира. Коровы быстро растут, поэтому в их молоке выше доля белка. Людям надо много глюкозы для лучшего развития мозга. И наше молоко относительно богато сахаром. Но если это детское питание, стоит ли его пить взрослым? Ну, вредного в нём ничего нет. Просто это питательные вещества, а они пригодятся нам с вами в любом возрасте. Даже когда мы выросли, кости надо снабжать кальцием, чтобы они сохраняли здоровье и прочность. А в молоке полно кальция. Однако жир в молоке нам уже ни к чему. Помните, для младенца молоко — единственная пища. Из него он получает весь нужный телу жир. А взрослые едят много других блюд, которые содержат сколько угодно жира. Так что молоко даже лучше обезжиренное. Итак, вначале я спросил, почему бы нам не пить грудное молоко всю жизнь? Теперь понятно, что мы вообще вспоминаем о молоке только потому, что научились непрерывно получать его от других животных. Так что, в принципе, мы могли бы всю жизнь пить и женское молоко. Единственная проблема — для этого пришлось бы разводить самок нашего собственного вида, как молочных коров. Вечно на сносях, вечно жующие дважды в день, топающие к доильному аппарату. Почему-то, мне кажется, это не оптимальный вариант. Пытливые умы